Всем привет! Это Лена из Южного Гуа. Шервой Кипем. Я так и собралась. Вот смотрите, с рюкзачком. Вот на мне очередная моя футболочка. Я их купила в свое время три штучки. У меня серенькая, голубенькая и желтенькая. Вот. Вот. Это XL, то есть это достаточно крупный размер. Я надеюсь похудеть, и когда-нибудь на меня должно налезть и L, и M, и S. Ну, в общем, я собралась. Я буду выходить. Я решила съездить в Маргау. Ну, просто решила. Так получилось. Вот. У меня всего 17% зарядки, и я собираюсь подзаряжаться во всех заведениях, где найду зарядку. Ну, как-то так. То есть будем надеяться, что мне будет где подзарядиться, и поэтому я сегодня поснимаю и вечером вам выложу. Сегодня у нас 14 декабря. Сегодня у нас день, когда будет официально оглашен президент США. Вот. Так что я, возможно, сегодня вечером буду радостно кричать «Байден, Байден, Байден». Ну, как говорится, то есть всем известно, что Байден победил, но сегодня будет поставлена окончательная точка в этом вопросе. А дальше 20 января будет инаугурация, а потом мною нелюбимый Трамп будет отвечать в судах Америки уже за свои злодеяния. Так к чему это я? У меня канал не без политики. У меня есть свои собственные политические взгляды и воззрения, которые я не собираюсь скрывать, и поэтому время от времени они будут здесь высвечиваться. Плюс сообщаю, я не журналист, поэтому я не считаю себя обязанной придерживаться журналистской этики. Поэтому я считаю, что в принципе, как любой простой человек, могу и похамить, высказывая собственное оценочное личное мнение. Ну и много чего еще. То есть сейчас я отправляюсь гулять. Вот, Ленка с рюкзачком отправляется пешком до Кипема. То есть мой маршрут будет выглядеть так. Два с половиной или три километра я так и не определилась в этом расстоянии, ну потому что там до границ Кипема, до центра Кипема. То есть мне где-то три километра топать пешком. Потом я постараюсь попить чаю, кофе и, может быть, даже чего-нибудь съесть. Сегодня я еще не ела. То есть у нас время часа два дня, наверное, третий час. А у меня в желудке находятся две чашки американо, сваренного в турке. Сегодня не было электричества, поэтому я не пользовалась кипятком. Я сегодня варила нормальный кофе. То есть турка, привезенная из России. Посуда не будет, ладно, не будем показывать. Все. Я выхожу. Я выхожу, я выхожу, я выхожу. Сегодня у нас в расписании Кипем, автобус, маргал, автобус Кипем. А потом я как-нибудь даже доберусь до моря. К вопросу про просить. Я таки умудрилась попросить 3000 рублей. Мне их не дали. Что еще раз меня наводит на мысль, что просить я не люблю. Особенно не люблю, когда знаю, что могут отказать. Вот так что гуляем в режиме жесткой экономии. До связи, до встречи. Смотрите дальше. Ну вот. Первая часть моей прогулки прошла успешно. Я прошла 2,5 километра. За мостом у нас уже Кипем. То есть у меня впереди еще полкилометра. Я, возможно, найду еду. Смотрите дальше. Ну вот я протопала еще полкилометра. То есть я пришла вот в такую кафешечку. Здесь есть питьевая вода. Это пао баджи. То есть пао – это хлеб. Баджи – это вот этот вот соус. И чай. Ты можешь рассказать мне, сколько это? Сколько это? Сколько пао баджи? 45. 45. 35. 35. 35. Вот это пао баджи стоит 35 рупий. То есть я так понимаю, что 5 рупий стоит хлеб, и 30 стоит вот это баджи. Ну, за 30 рупий в Мелеге мне, конечно, баджи наливали побольше. Но сейчас я голодная, выбора у меня нет. Раньше подобные вещи стоили 20 рупий. То есть сейчас это на 15 подорожало. Но что поделать? То есть, возможно, это связано с коронавирусом. Вот. Сейчас я поем. И пойду на автобусную остановку, пойду чего-нибудь, чего-нибудь искать. Поеду в Моргалу. Ну, что я могу сказать, мои дорогие и любимые? Так, автобус это не в ту сторону идет. Я абсолютно не чувствую себя сытой. Я чувствую себя голодной, как и было. Но я это объясняю тем, что а. у меня растянутый желудок, а б. у меня привычка, я ем быстро. И, в общем, будем надеяться, что чувство сытости подкрадется ко мне попозже. Но ведь индийцы же наедаются. Они же берут эту порцию, съедают, и им нормально. А мужики, что побольше, что потолще, они берут два хлеба. Возможно, наверное, мне надо было так же поступить, потому что я же тоже толстенькая. Ну, в общем, будем надеяться, что чувство... Вот это у меня автобусная остановка. В общем, будем надеяться, что чувство сытости подкрадется ко мне само. Потому что, потому что, потому... Пока я этого не ощущаю. Обратите внимание, всё-всё-всё закрыто. Потому что я вышла в неправильное время. Это сиеста тайм. То есть сейчас даже... Сейчас даже кафешки все закрылись. Потому что даже те, кто обедали, они уже успели всё съесть. Видимо, просто место, где я ела, у них было много наготовки, было немного клиентов. И поэтому часть еды у них осталась. Но я так понимаю, что они скормят то, что у них там было, и закроются до ужина. Хотя нет, по-моему, эта кафешка... По-моему, она не закрывается. Нет у них, по-моему. Ну, не уверена. В общем, сейчас... Два часа сорок или пятьдесят минут. Пока я дождусь автобус, пока я доеду, будет три часа сорок, три часа пятьдесят минут. А в четыре часа как раз должна заканчиваться сиеста тайм. То есть в Маргау я приеду вовремя. И у меня будет ровно два часа, чтобы я успела из Маргау на шестичасовом автобусе вернуться. То есть в Маргау мне надо будет пошевеливаться. Заснять и сделать то, что я хотела. Причем сиеста, она сказывается также на автобусах. Поэтому я подозреваю, что автобуса, возможно, мне придется ждать долго. Это что? Это такси или они учат? Ну, неважно. Ценникам я расстроена, потому что раньше реально такая порция вместе с хлебом стоила двадцать рупий, теперь тридцать пять. То есть подорожала на пятнадцать рупий. То есть больше, чем половину. Но было вкусненько. Я подозреваю, что, возможно, это баджи было на курочке. То есть как бы я видела там картошку, я видела там сою, но вкус был такой, как будто там где-то когда-то была курочка. Ну, хотя не косточки, не мясо, но вот как бы такое вот легкое ощущение. Хотя, возможно, оно фальшивое. Я сейчас выключаюсь. Когда будет автобус, продолжу съемку. Ну, вот я и в автобусе. Лен, поздравлю. Надеюсь, меня видно. Ну, вот у нас ценовая категория. И я еду в Маргау. Ну, вот я и в Маргау. У меня переход. Я сейчас сюда рвану. Вот здесь у нас находится парк. Я сейчас маску немножко стянула, чтобы меня было получше слышно. До открытия нужного мне местечка. Еще, еще, еще. Сорок минут. А я внутрь не попаду. Вот там много интересного и красивого. Но оно закрыто. И здесь закрыто. Не судьба. Не судьба мне попасть внутрь. Поэтому будем бродить снаружи. Вот и в туалет мне тоже не попасть. Ну, а я на самом деле планировала какое-то время провести там. Про голод. Ну, чувство голода на самом деле утряслось. Если вы думаете, что это нищий, то нет. Это, скорее всего, дневной сон. Здесь есть такая привычка в сиесту поспать. Причем, вот, работающее население, оно может поспать где угодно. Вот там, рядом, сейчас, где остановится автобус, там основная автобусная остановка, откуда автобусы идут к пляжу. Если, допустим, мне ехать к морю, если мне ехать к полгу, то мне нужно делать точно так же. Сесть в Кипеме, доехать до Моргалмархита и перейти, пересесть. Так, здесь у нас, походу, я не дождусь момента, когда они остановятся. Вот, видите автобус? Это как раз отсюда идут автобусы к пляжам. То есть, у меня обычно дойти до остановки, постоять, подождать автобус и доехать сюда занимает час. А здесь постоять, подождать автобус, съесть и доехать до пляжа еще час. По прямой там всего 20 километров. Понятно, что на мотоцикле это заняло бы какие-нибудь там 10-20 минут. хотя с местной скоростью 40 километров в час, ну, ну, полчаса, ну, 40 минут бы это у меня заняло. Ну, с учетом, что дорога не прямая, а по кустам, и с учетом, что лежащие полицейские, дурное, дурацкое движение, ну, и все остальное. Но не в 2 часа. То есть при наличии мотоцикла, конечно, дорога от пляжа до отеля заняла бы, ну, намного меньше часа. А при хорошей практике, я думаю, за полчасика можно было бы добираться. Но я у нас пешеход. Вот, церковь тоже закрыта. Я у многих блогеров видела, ой, почему закрыто, да как же это, как глупо. Ну, я подобные высказывания не считаю умными. На самом деле, когда мы идем на рынок, нас заставляет это делать жизнь, ну, просто куда деваться. Но это же не значит, что и нежизненно необходимые места тоже должны работать. На самом деле, с моей точки зрения, кафешки относятся тоже по большому учету к жизненно необходимым. Особенно, когда это недорогие рестораны, а дешевые кафешки, там, где ты действительно заходишь не посидеть и не повыпендриваться, а ты куда, куда ты идешь, потому что кушать хочется. медициной торгуют на улице. А почему бы нет? В принципе, правильно. В принципе, правильно. Если уж в помещениях шанс заразиться выше, чем на улице, торговать, можно и на улице. Что вот здесь непонятно. Не знаю, что здесь. Я иду в сторону рынка. Я иду в сторону очень нужного мне магазинчика. Ну вот. Джусы. Это рикши. Стояночка у них здесь. Вот это вот единственное, что существует, сшитое в саре. То есть, как бы, женщина надевает вот такой топик, а остальная часть это просто тряпка, которая наматывается. У сари только эта часть одежды является сшитой. От солнышка загораживается. Прикольно. топаем, 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 топаем. Удастся ли мне где-нибудь посидеть, в этом я не уверена. Но дело в том, что у меня целых 40 минут, и их куда-то надо девать. вот эти магазины я больше не посещаю после того, как я обнаружила Вишан, то есть Гуанский Ашан. И теперь все вот это я отчетливо понимаю, что блин. Если тебе нужно что-то подобное по приличной цене, то меня вполне устраивает качество Вишана. И я буду вот вот я выбралась к супермаркету. это единственный маркет, который я действительно готова назвать супермаркетом, хотя он тоже мини, но все-таки. Так, бейкери вообще закрыто. Где бы, где бы, где бы, где где бы мне бы посидеть. О! О! Рождественские ярмарки! Так, сейчас сейчас буду говорить громче, потому что я надеваю намордник. Смотрите, чем у нас начинают торговать к Рождеству. Вифлеемская звезда. вот это вот все местное население будет покупать и делать инсталляции у себя во дворе возле дома. то есть это все здесь используется самыми простыми смертными. А вот эти споречники символизируют тот коровник, в котором родился Иисус Христос. Ну, потому что родился он реально в коровнике. Там какое-то красивое название. Ну, независимо от красивого названия, это все равно коровник. Вот. Елочки. Елочки. Моя елочка осталась у Виолетты. Я же приехала ровно четыре года назад, и я привезла елку размером с меня, чтобы порадовать Виточку к Новому году. Я, блин, ее тащила из России. И потом выяснилось, что эта елка является какая она там полярная ель, что ли. Ну, она сделана была в стиле. Говорят, не жалейте, но мне на самом деле очень жалко подаренной видки елки. Так, что у нас здесь? Ну, вот то, что здесь было, здесь закрылось. А то, что здесь работает сейчас, это здесь торгуют заморозкой. А вот здесь торгуют кончиками, мини-пиццей. чекен-брияне за 120. здесь тоже заморозка. То есть все на вынос. Идея посидеть у меня не срастается. то есть здесь я точно не точно не смогу нигде посидеть. А мне хочется где-нибудь посадить мою попу. Вот так сейчас пройдем посмотрим на неработающий магазинчик. Индия что вы хотите помойка это это любимое дело. То есть Индия без помойки не бывает. Это основная визитная карточка Индии. Помойка. Вы конечно можете не видеть не обращать внимания но вот у меня так не получается. Я помойку вижу всегда и запах помойки я чувствую всегда. И меня даже сотни и тысячи навозных мух не убедят что помойка таковой не является. Western Union Я так понимаю здесь делаются переводы Western Union и именно этот магазинчик мне и нужен. Сейчас узнаем работает там то что мне надо или нет. Буду снимать позже. Ну в общем приходите через 20 минут откроется в 4 часа ровно. Где мне посидеть? Так пойду внутрь рынка искать где мне посидеть. в новогодние базарчики Новогодние базарщики Новогодние базарщики I make video for my Russian friend I'm not I'm not buy I'm not customer I make video for YouTube For Russian channel Елочки Елочки, шапочки Опа, всего-всего Всего классного Всего много Вау Это магазин праздник Это прям праздник И прям ощущение нового года How much this? One thousand two hundred One thousand two hundred Nice Yes How much this? Four fifty I will think Four hundred Yes, I will think Ну за четыреста рупий Вон там елочка Я ее даже, наверное, хочу Но я еще поглазею Что у нас здесь есть А Здесь тоже что-то новогодненькое Нет, это не новогодненькое Это просто украшение Вау 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 Hello Hello I'm not customer I make video for YouTube For my Russian channel Ух, 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 ух Ух, ух, ух Ээээс Вот Сумочки, пояса, шиньончики. Так, сейчас не те времена. Ой, есть даже шляпка. Она маленькая. Вот так выглядит наш Моргау Нью Маркет для девочек. Причем на рождественскую службу они действительно пойдут вот такие блестящие. Они пойдут с браслетиками в вечерних платьях и в красивых сандаликах. Это у нас мусульманки. Так, это у нас спайси и эс. Древние весы. Смотрите, какие они древние. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Так. Вау. Это куча перца. А это рыба. Это рыба. Но, блин, у меня мост вываливается. Я не могу себе позволить ничего кусать. Моя еда сейчас может быть только мягенькой. И надо как-то решать вопрос с зубами. Потому что не знаю, когда я окажусь дома. А как жить? О, опять новогодний базар. Опять новогодний базар. Я сделаю видео для YouTube. Я не покупаю. Окей. Новогодний базарчик. Новогодний базарчик. Сколько много всего новогоднего. Ну, у нас же будет Рождество. То есть здесь же католики. Поэтому мы не будем ждать ночи 31-го. Здесь праздник начнется на неделю раньше. Поэтому к Рождеству уже все готово. К Рождеству готовы магазины. И скоро к Рождеству будут готовы дворы. Вот. Вот, 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 вот. Так. Ой, елочки. Вот елочки. Елочки большие и маленькие. Надо себе какую-нибудь маленькую присмотреть. Там вон моргают. Вот там елочки моргают. Еще один новогодний базарчик. Еще один новогодний базарчик. Вот. Красотиша, красотиша, красотиша. Еще один. Еще один новогодний базарчик. Сладости. Как вы? Хе? Хе. Как ты? Как ваш бизнес? Все бизнесы хорошо. Хорошо. Все. Все коронавайты. Да, да. А? Да. Так. Ну вот, поболтать они тоже любят. Я люблю продавцов, кто любит поболтать Испытываю к ним нежнейшие чувства Смотрите, какой у нас ассортимент масочек У нас их продают везде У нас их продают красивенькие И мы их носим красивенькие Посмотрите на меня в маске Мы здесь цветочки Я иду на выход с рынка Здесь опять новогодний базарчик Вифлеемские звезды Вифлеемские звезды Кирлянды Много красивого Опять Вифлеемские звезды И дозвитчик Вот Я вышла с рынка У меня вышла с рынка Наш рынок называется New Market Посмотрите, вот он Это очень огромное Даже трудно назвать это помещением Здесь есть и помещение И за пределами помещения А сейчас я продолжу искать Где бы мне выпить чаю А еще лучше, если я там найду зарядку для телефона Потому что он у меня садится А этот у нас, похоже, работает Все-таки некоторый темпл Некоторые индуистские храмы работают Некоторые индуистские храмы все же действуют Но я внутрь не пойду Не надо давить ребенка и заставить его плакать Я все равно не дам денег Вот эта попытка разбудить ребенка И заставить его рыдать Отвратительная у женщин Попрошая Лисопеды Эх, постоять, помечтать Постоять, помечтать Ну, что я вам на это скажу Надо отсюда как-то уже выбираться Надо отсюда как-то уже выбираться Я все еще хожу вдоль Нью Маркета То есть вот он слева от меня Я вам не успела заснять Знаете, в момент, когда я выключала камеру Я решила все свои проблемы И теперь я могу спокойно двигаться куда угодно А вот они опять, Виклеевские звезды Календарики Оно меня гибикало Нью Маркет И топаем, топаем на выход Так, мне, 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 куда Так, где же я сяду И где же я буду заряжать мой телефон Сейчас постараюсь что-нибудь найти Она, видимо, не хотела, чтобы ее снимали А я тормозила и не поняла Сами виноваты, говорите на английском Я бы ее поняла Где бы Леночке посидеть Где бы Леночке телефончик-то зарядить О, рождественские витрины Вот в этом пойдут в католические храмы девочки А, нет, это, похоже, свадьба католиков Ну, они и на рождество в чем-то подобном придут Ну, и где бы Леночке посидеть Где бы Леночке посидеть Опять новогодний базарчик Ой, какой фонарик симпатичненький Ёлку купили А пластик не сняли Но это вот классический индийский вариант Не снимать упаковку Они вообще очень часто Не снимают упаковку с купленных вещей Ну, видимо, кажется, что так лучше вещь сохранится А в результате от момента покупки До момента прихода в негодность Вещь находится в упаковке Которая становится грязная, запачканная Ну, в общем, дурацкая привычка Напоминает мне Конец 80-х, начало 90-х в Новосибирске У нас там тоже не снимали упаковку Со всего, включая пульты телевизоров Ну, такая Такая, скажем, традиция Не особо цивилизованная Ну, ладно Смешно, когда они сидений в машинах не снимают Полиэтилен Или матрас могут купить, постелить А полиэтилен с него не снять Прикольная юбочка Где бы Леночке посидеть? Где бы Леночке посидеть? Чаю попить, телефончик зарядить Благоэтилен и вовлечить Вовлечить Помогу Вовлечить Похожаю Благоэтилен Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все и одновременно Но нет Едят в одно время, спят в другое, работают в третье Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот интересно, кто и куда в Гуа может подобное купить Вот эти спущенные плечи Честное слово, я просто не могу угадать, кто и куда может подобное купить Ну раз продают, наверное, все-таки кто-то покупает Субтитры делал DimaTorzok Ну и где же мне посидеть? Субтитры делал DimaTorzok Так, я что-то вижу Я что-то вижу Так, здесь у нас ничего нет Так, теперь бы еще найти, где бы мне зарядиться Где бы мне зарядиться Ладно, выключаюсь, буду искать